Приветствую вас! Для начала немножечко фактов. Ваши отношения сейчас в кризисе, это первое. В кризис отношения переживают нормальный, потому что, ну, прям еще на расстоянии отношения, то есть тут все в общем-то в пределах нормы, все естественно. Вот. Отношения либо перейдут на новый уровень, более высокий, более интимный и духовный, либо завращаться на данный этап. Но сейчас ваши отношения переживают кризис. Второй факт. То, что любовь ни в коем случае, ни в коем случае не подразумевает жертву. Ни с вашей стороны, ни со стороны партнеров. То есть еще раз. Жертвы, жертвы, быть не должно. Вообще. То есть жертвы вообще при любви, вот, если это любовь, быть не должно. Ни со стороны мужчины, ни со стороны вас. Если у вас появляется потребность, например, если вы чувствуете сами, сами. К примеру, если вы чувствуете сами, что вы жертвуете, это уже не про любовь. Если вы хотите, чтобы мужчина жертвовал чем-то ради вас, это не про любовь тоже. Значит, ну, как может кого-то, да, жертву сделать, допустим, ну, счастливым. Счастливым. Абсолютно никак. Абсолютно никого. Вот. Это невозможно. Невозможно сделать так, чтобы жертва сделала кого-то из жертв. Но, тем не менее, тем не менее, вы, судя по тому, что хотите, вот, выходить им на жертву. Со стороны мужчины, мужчины. А это, мне кажется, опять же не про любовь. То есть здесь, здесь я согласен. А, значит, с коллегой. Мариной Голиковой. Вот. Как бы мне было это неприятно, но это так. Это не любовь. То, что вам, вот, тут вы рассказываете, да, это не про любовь. То, про, про что угодно, да, абсолютно про что угодно, но только не про, не про любовь. Дальше. Следующий факт. Права ли я или нет. Вот, рассуждаете вы здесь, как бы, как бы вам так сказать. Рассуждаете вы здесь с позиции детской, детской позиции, детской позиции. Права ли я, не права ли я, да. Ну, то есть, это очень такая позиция. Категорично. Каждый человек живет в своей психологической реальности. Именно в своей психологической реальности. Если вы считаете, именно считаете, что мужчина должен, я подчеркиваю, должен чем-то жертвовать, ну, доказывая, например, что он вас любит, к примеру. Доказывая, что он вас ценит, к примеру. То это ваша права. Это ваша права. Но мужчина имеет право так себя не вести. Это его права. Если вас эмоционально задевает, ну вот, то, что он, как он и что он делает, если вас эмоционально это задевает. То в таком случае, ну, наверное, имеет смысл поработать именно с вами на предмет того, как вот все это вы воспринимаете. Как вы все это видите, как вот все вот вам чувствуется, к примеру. Но человек живет в своей, я еще раз подчеркиваю, в своей реальности. И он, человек, имеет на это полное, 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 абсолютно право. Поэтому правых и неправых здесь нет. Абсолютно. Правых и неправых тут нет и быть вообще не может. Есть только позиции. Есть только позиции. Есть ваши позиции, к примеру. Ну и есть, соответственно, соответственно, позиции его мыши. Вот. И, собственно говоря, все на это. Так что стремиться к тому, чтобы быть, ну, то есть, оперировать такими аспектами, как прав, правая или нет. Ну, на мой взгляд, абсолютно бесперспективная история. Вот. Дальше. Идем. Дальше. Дальше. Аспект. Значит, выпейте. Так получилось, что мы сейчас общаемся по СМС, так как на расстоянии. Поймите, пожалуйста, что любые, любые отношения на расстоянии, не только специфичны. И специфичны они, в первую очередь, там, в первую очередь, они специфичны тем, что реального человека, как бы, нет. Не существует. И получается, что чувство направлено на, по сути, вот, ну, на кого, да? Какого направлено на чувства? Чувство направлено на образ, который имеет свойства, который вполне себе может, значит, как-то распадаться. распадаться, распадаться на, на куски, на куски. В противном случае, что, к сожалению, работать не будет. И, у отношений на расстоянии, отношений на расстоянии, должны быть, четко, все четко обозначены временным промежутком. То есть, вот, необходимо, да, необходимо, чтобы у отношений на расстоянии, туда окончаемо. Это четкое понимание того, когда и как отношения на расстоянии перестанут, перестанут таким быть. В данном случае у вас, судя по всему, этого не имеется. Я, по крайней мере, не вижу подобной истории. И, соответственно, возникает, ну, в общем, загрязный вопрос. Как скоро, как скоро ваши отношения перестанут быть отношениями на расстоянии? И, перестанут ли они вообще ими быть? То есть, насколько, вот, насколько он уехал, насколько вы на расстоянии? Ну, вот, понимаете? Вот, это важные моменты. И на них, на эти моменты и нужно обратить самое пристальное внимание. Ваш. Так? Понимаете, о чем идет речь? Дальше, значит, выпейте, что хочу, чтобы парень тоже чем-то жертвовал, в ином случае доказывает его нелюбовь ко мне. Это тут в корне неверное, к сожалению, понимание, тут в корне неверное понимание отношений и любви. Вы простите меня, пожалуйста. Так что, ну, это вот, это вот так. К сожалению. К сожалению, это вот так. Дальше. Значит, эээ, так, вроде бы, вроде бы стирки не устроюсь, так как глупо. Ничего не глупо. Понимаете, отношения, отношения. Без выражения своих чувств, к примеру, своих эмоций, к примеру. Невозможно. Отношения без этого невозможно. Поэтому, поэтому, не глупо. Выразить свои чувства, свои эмоции, не глупо. Именно выразить, если мы говорим, да, о выражениях. Это не глупо. Вопрос в том, как. То есть, вы можете донести до своего мужчины, да, вы можете донести до своего мужчины. Свои, к примеру, чувства. Свои, к примеру, желания. Просто спокойно донести их. Без, там, допустим, агрессии и так далее. Вот это, это разные стороны. Так что, обесценивать, обесценивать свои чувства. Ну, на мой, на мой взгляд, не стоит. Потому, что, ни к чему хорошему это не приведет. И уж точно не сделает вас счастливее. Ну, с мужчиной я имею ввиду. Счастливее не сделает вас. Вот, примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, это было полезно. Обратите внимание, пожалуйста, на то, как вы видите, своего мужчину. То есть, как вы его именно воспринимаете. Сколько вы вместе. Как, как вы, к нему относитесь. Ну, то есть, короче это отношение. К нему, например, или нет. Вот это все, вот эти все моменты, их нужно преследовать. Потому, что понять то, что вы хотите можно. Но, вот, ваша позиция, что любовь это жертва, ну, вызывает подавление. Подавление в том, насколько вы хорошо ориентируетесь. В чувствах, да, и любили ли, любили ли вы когда-нибудь. По-настоящему. По-настоящему. И ради чего вы, собственно, в отношениях. Ответственность. Ответственность. За то, что вы хотите. За то, что вы хотите. Ну, я бы сказал, что нужно вам брать на себя ответственность. За то, что вы хотите. Нужно брать на себя. Именно вот. За то, что вам нужно. Вот, в принципе. В принципе. В принципе. Наверное, так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне личку. Я буду рад помочь. Помните, что залогом отношений, любых отношений, является безусловное принятие партнера. Если безусловного принятия партнера нет, значит и, возможно, отношения ваши точно не совсем здоровые, не совсем корректные. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ну, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. Поехали.